Всем большой привет! Меня зовут Людмила. Вязать мы с вами сегодня не будем. Хочу с вами поделиться новыми покупками. Я вам обещала, а также вы просили в комментариях показать новые тунисские крючки. Как я вам уже говорила, я увлеклась тунисским вязанием и хочу попробовать связать себе какое-нибудь крупное изделие. Ну а так как я таким способом ранее никогда не вязала, соответственно, у меня не было инструментов. Я купила парочку по одной штуке, а также целый набор тунисских крючков. Еще подкупила немного пряжи и сегодня вам покажу. Ай, кот отвлекает! Ну и заодно вы узнаете, какие видео выйдут в ближайшее время, а также на ближайшую весну-осень, какие ждать проекты. Я все это покупала дозировано, то есть в разное время, в разных магазинах. Разложив на одном столе, я смотрю, что у меня здесь очень много голубых и синих оттенков. Похоже, конечно, уже подсознательно ждешь весну. Хочется уже солнышко, небо голубого, тучи эти снежные разогнать. Ну что ж, весна не за горами и нам уже нужно готовиться не только морально, но и уже потихоньку приобретать пряжу и пополнять наш гардероб обновками. Здесь все практически новое. Если и вам тоже, то будем тогда вместе знакомиться. Правда, здесь не только летняя пряжа, а есть и более теплейшая. Так получилось, что я кое-какие моточки брала на алиэкспресс, пока пришли. Есть пару моточков, давно уже лежат. Я их покупала ранее, тоже решила уже показать вам. Они еще не были использованы. Несколько моточков просто мне понравились. Было обновление и поступление нового товара в белорусском магазине, и я решила купить. И давайте, наверное, начнем с более теплой, а потом перейдем на полухлопок. Если честно, я вообще не собиралась в ближайшее время покупать пряжу, потому что хочется еще то и связать то, что есть. У меня, конечно, прям не очень много пряжи, но есть из чего вязать. И когда, знаете, много на полках пряжи, и хочется и то, и то начать, и получается какой-то винегрет. А то и вообще идеи забываешь, что хочешь связать. Но так получилось, что вот, допустим, маркер у меня сломался, вернее ремешок отклеился. Я решила купить новый, обновить. Ну, а в интернет-магазине не будешь же брать вот эту маленькую штучку, хочется тогда уже что-то еще в посылочку положить. И набрала пряжи. А потом у меня кончилась пряжа, надо там было всего пару моточков опять. Ну, что уж маленькую посылочку заказывать, выберу что-нибудь, купила. Ну, и вот так и получается. А тут еще накрылая волна, она все пестрая, полосатая. Не знаю, по какой причине. Либо мне надоели просто однотонные вещи, либо в последнее время в интернете часто попадаются полосатики и вдохновили меня. Вот. Я еще решила взять вот такую пряжу. Позже покажу. Они у меня на Алике давно уже в корзине эти моточки лежали. Вот. И я решила купить их. Вот. Ну, да ладно. В общем, в руках у меня такая красивая пасмочка. Я взяла три штуки. Это стопроцентная шерсть. Читайте название, я уже не буду озвучивать, чтобы не ошибиться. Здесь в 50 граммах 280 метров. Очень красивые оттенки. Они, как вы видите, не однотонные, а такие вот меланжевые. Здесь ниточка тоненькая, но, как бы, их две, они скручены в одну. Было новое поступление в магазине. Мне очень понравились эти пасмочки. И плюс к тому же продавцы заявили, что пряжа очень мягкая. Вот. Я решила купить. По поводу мягкости. Сразу скажу, что она не мягкая на ощупь. Потому что, если сравнивать вот даже с полухлопком, она сразу чувствуется пряжа, когда действительно нежная, а когда нет. Она не мягкая и, более того, она покалывает, когда прикладываешь к шее. Возможно, она поменяется после стирки, ВТО. Я буду надеяться. Вот. Ну, а так, она очень красивая. Что будет, пока не знаю, но точно полосатая. Сразу я хотела вязать узором зигзаг, либо волны. Но сейчас много вот схем этих похожих. Но потом подумала, раз это шерсть, уместно ли вообще ажурное вязание. Так что посмотрю. Возможно, какой-то свяжу вообще жилет. Пока не тороплюсь с этой пряжей, потому что она теплая. И если бы у меня не было хотя бы каких-то начатых процессов, то, возможно, бы я еще и связала успела. А так у меня, там, мне три или четыре нужно закончить и уже переходить на более такое ажурное. Вот такие красивые очень моточки. Да, кстати, по цвету. Давайте я вам покажу. Это синий цвет, горчичный. И вот такой естественный, натуральный, молочный. Следующие вот такие вот красивые моточки. От пехорки. Эффектное фламе. Здесь в 50 граммах 125 метров. 38 процентов шерсти, 38 пана и 24 па. У меня всего два моточка. Опять такая история. Я не планировала их покупать. Они у меня лежали в корзине на озоне. Я просто на озоне покупала совсем другие вещи, бытовые приборы. Кто знает, там определенная минимальная сумма, на которую нужно набрать. И мне пришлось в корзине покопаться. И как раз вот до полной суммы мне вот хватило два моточка. Мягкая, приятная такая. Кстати, очень похожа на пряжу. Помните, я недавно вам показывала джемпер. Да, она тоже такая же вот фантазийная. Секционного крошения. Я там, правда, состав уже не помню. Сейчас я вам покажу образец. Я небольшой связала. Посмотрите, как она в полотне красиво смотрится. Это у меня платочная вязка. Спицы уже не помню, какой номер. Вот видите, как красиво. Очень интересная фактура получается полотна и расцветки. Секция красивая. Ну, вот опять же, у меня всего два моточка. Конечно, я из них и не свяжу никакое изделие крупное. И мне придется что-то с чем-то комбинировать. Что-нибудь буду придумывать. И последние теплые моточки. Вроде бы все, да? А нет, там еще слонимская есть. Это я на алиэкспресс заказывала. Моточки по 100 грамм, 250 метров. Посмотрите, какие красивые секции меланжевые. Я давно-давно хотела такую пряжу. Честно, не знаю, что я из нее вязать буду. Просто заказала. 60% хлопка, 30% акрила и 10% шерсти. 100 грамм, 245 метров. Идем дальше. Цвет. История об этом умалчивает. Но у китайцы они такие. Это что на этикетке. Теперь я хочу вам показать еще одну информацию. А это я сделала скрин по характеристике данной пряжи. Тип пряжа с примесью махера. Далее тип шерсти для вязания. И ниже заявлен хлопок с акрилом. Вот, ну, не знаю. В общем, такая информация. В общем, что-нибудь свяжу на лето, на осень, на весну или на зиму. Не знаю, не знаю. В общем, я тоже тут немножко схитрила. У них, значит, один моточек бесплатная доставка, два моточка уже там сколько-то центов. Три моточка еще прибавляют цену и так далее. Я решила, что я у одного продавца один моточек закажу, у второго продавца я второй закажу с бесплатной доставкой. Вот так вот у меня такие два моточка. Да, образец давайте я вам покажу. Наверное, все уже знают пышную резинку. Я вам оставлю ссылочку. У меня есть два мастер-класса, как она вяжется по кругу и поворотными рядами. Дошла вот до того места, где меняется цвет нити. Здесь узелок. Но я так поняла, что это при смене нити всегда будут узелочки. Сама по себе нить очень мягкая, ну прям вообще такая мягкая, воздушная, легкая. Очень красивые мне понравились переходы цветов. Если вы будете брать несколько моточков на одно изделие, то есть у вас не получится из двух моточков, допустим, если вы вяжете, к примеру, два рукава, чтобы у вас одинаковые расцветки были. Тут так не выйдет. Не знаю, может потому, что я взяла у разных продавцов. Кто его знает? Может быть, на самом деле, возможно, и такие все идут моточки. То есть, как бы расцветки вроде бы похожи, но они, посмотрите, совершенно по-разному идут. Тут начинается от серого. То есть, ну да, он такой как бы не то, что серый. Тут голубой с серым. И вот идет прям целая. Тут не буду вытаскивать. Потом сразу к синему и так далее. Здесь начинается с розового. Вот я начинала. Розовый. Тут где-то серый вообще в середине. И не знаю. Если кто-то, может быть, вязал, то напишите комментарий. Будет полезная информация не только для меня, но также, может быть, для тех, кто вот зайдет, тоже кто-то будет интересоваться. Возможно, кому-то эта информация пригодится. Поэтому напишите, вязали, вообще заказывали ли вот такую пряжу, вязали что-то из нее, что вязали. Напишите, как она себя ведет после ВТО. Потому что я уже говорила, что пряжа новая. Не вязала никогда из такой. Вот. И мне тоже будет интересно. И давайте быстренько по слониму пробежимся. Потом мы перейдем к инструментам. И потом дальше уже рассмотрим остальные моточки. Это слонимская пряжа. Все уже ее знают. Здесь идет в 50 граммах, по-моему, 200 или 202 метра. Ниточка в 4 сложения. Вот. Ну, я всего заказывала 3 моточка. То есть, я даже особо не про эти ниточки, а то, что у меня сейчас в процессе. Хочу вам показать джемпер. Я его уже практически заканчиваю. Хочу показать, что у меня получилось. Ну и немного уже расскажу, почему я их заказала. У меня в остатках много слонимской пряжи. Я решила ее и связать. И связать себе вот такой вот интересный полосатый джемпер. Получается. Вяжется сверху вниз регланами. Вязала в две нити на восьмерочки. Специально брала толстые спицы, чтобы джемпер был легким и воздушным. Есть в этом минус. Но более подробно я расскажу уже в описании. А я довязала вот до этого момента. У меня закончился зеленый цвет. Мне он очень понравился. Я думаю, закажу. Тогда я еще пару моточков и довяжу. Заказала. Мне пришел совсем другой оттенок. В общем, что я неправильно выбрала цвет, это моя вина. Потому что у меня ни этикетки нет на этот цвет. Я просто наугад выбирала. Монитор мне передавал совсем другой. Но пришел, как вы видите. В общем, какие проблемы? У меня все равно он идет весь пестрый, разноцветный. Я решила продолжить. Что я буду тут вообще-то заморачиваться? И я этим зеленым и продолжила. Правда, немножко тут тоже скомбинировала с другим цветом. Вот такой вот интересный он мне получается. Вот осталось только рукава. И скоро я вам покажу, что у меня получилось. Вот я уже вчера начала второй рукав. Провязала подрезы. Решила сменить леску. То есть я хотела, чтобы просто по кругу вязать. Но она ни туда, ни сюда. 60 сантиметров слишком длинновато для круга. А для Magic Loop короткая. То есть она вот тут вот не совсем хорошо. Как это? Не гибкая. То есть твердая. Поэтому буду менять леску на длинную. Вот. И короче буду довязывать. Ну все. Показала вам джемпер. Похвасталась. Сейчас давайте по инструментам. Я вам покажу крючки новые свои. Вот такой набор пришел крючков с Алиэкспресс. И еще заказала сразу первый один вот такой крючок. Они все идут с длинной основой. Да. И на конце леска. Ну не леска. Не знаю. Трубочка. Да. Для того, чтобы вязать крупные изделия. Если кто не знает. Но пока шли они. Я решила заказать у себя в Беларуси. Мне же не терпится быстрее что-то вязать. Какие-то хоть узорчики. Вот. Очень пожалела я с этой покупкой. Первая мне вообще пришел не тот размер. Я заказывала три. Не знаю. Как можно так ошибиться. Мало того. Он. Он. Говорю. Ну да. Крючок получается один. Только он такой вот как спицы. С двумя крючками. И идет леска. Вот. Я не знаю. Вы видите или нет. Здесь очень отвратительное соединение. Такое вот чувство. Что тут оно жеванное все. Вот. Я конечно позвонила сразу в магазин. Хозяин мне сказал, что вернет деньги. Но я не рассчитывала конечно на такой сход. Я думала, что сейчас я им отправлю. Они мне поменяют на другие те, которые я хотела. Потому что возраст денег. Как бы это одно. Но. Я крючок ждала. Он сказал. Я вам верну деньги. И крючок возвращать этот не надо нам. То есть. Раз он такой бракованный. Зачем он нам нужен. Ну. Я не знаю. Что тут. Честно говоря. Можно им вязать. Если только узоры. Образцы. По поводу. Самих крючков. Это. Такой идет. Алюминий. Или что-то. То есть. С покрытием. И он очень гнется. Да. Еще он пришел гнутый. Вот. Такая одна сторона. Была погнута. Я даже не помню. Где-то какой-то. Вот. Я выправляла. Выправляла. Такая неудачная покупка. Они тоненькие. Я не знаю. Что. Что с ними делать. И не выкинешь крючок. Я вам это тоже покрутила. Показала. Вот. Такой тут наконечник. Вот. Этот крючок. Аккуратненький. Кстати. Помните. Я. Одно из первых видео было. Где я показывала узор. Тунисский. Я вязала. Вот. Этим. Простым крючком. Ну. Вроде бы. Удобно вязать. Но. Когда я попробовала. Тунисским. Почему-то. Другой эффект был. Сравнила. Вот. Эти головки. Ну. Она. Да. Вот. Это. Острее немножко. Ну. Как-то. Вот. Удобно. Очень. Очень. Удобно. Вот. Этим крючком. Мне понравилось. Все. Вот. Этот крючок. Идеальный. Хочу сказать. По поводу соединения. Немножко позже. Вам. Расскажу. Вот. А так. Мне этот крючок. Понравился. Он гладкий. Хорошо. Шлифованный. Номера. Здесь. Все. Выбиты. Вот. Давайте. Сейчас. Я вам покажу. Вот. Так. Они выглядят. Уже. Не помню. Какая длина. Ну. Достаточно длинная. Трубочка. Это. Вот. Видите. Хватит на любое большое изделие. Здесь наконечник. Здесь у нас такой вот узелок. И. Правда. Тут все узелки не очень аккуратные такие. Ну. Можно подрезать. Это как бы не самое главное. Я хотела сказать по поводу вязания вот из этих крючков. Они вроде бы на ощупь тоже такие гладенькие. Вроде шлифованные. Но цепляются за ряжу. Не знаю. Может быть мне такой набор попался. Там же продавцы разные. И у всех разные товары. Цены разные. Я надеюсь. Что он все-таки. Когда я буду пользоваться. Может быть как-то пообтесаются. Что ли. Не знаю. Даже что-то. Ну. Делать. По поводу соединения. У меня уже был набор. Только не крючков. А спиц. Вернее. Он есть. Я вам сейчас покажу. И. Подробно расскажу. Потому что. Спрашивают. Комментарии. Поступают. Разные. И кому-то все равно эта информация пригодится. Соединениями я довольна. Полотно. По крайней мере. Не цепляется. Но есть. Небольшие проблемы. Сейчас я вам. Наверное. Покажу их. Но я уже вам не буду. Сейчас. Все крючки показывать. Я вам на экране оставлю. Набор. С какого номера. По какой идет. Вот. Они. В принципе. Все. Такие. Одинаковые. Длина. Одинаковая. Сейчас. Я немножко. Приготовлю. Вот. Такой. Наборчик. Тут. Правда. Даже. Не все. Есть. Которые. В работе. Да. Кстати. По поводу. Самих трубочек. Когда я покупала вот этот набор. Они очень сильно воняли. Такой неприятный. Сладкоедкий запах был. Ой. Что-то я вообще ничего не вижу. Солнышко в глаза светит. Девочки. Немножко закрыть. Крючки так не пахнут. Но они все с прозрачной трубочкой. Возможно. Это вот. Вот эта краска. Которые цветные. Такой запах давали. Они. Правда. Сейчас. Выдохлись. Уже. Много времени прошло. Но долго выдыхались. Здесь. Вот. Тоже. Разные. Совсем. Размеры. Вот. От. Такого. Размера. Я сейчас. Уже. Не увижу. Солнце светит. Ну. Не знаю. Или. Тут. Два с половиной. Может. Или. От. Двух. Есть. Вот. У меня. Видите. Тут. Кот. Кот. Постарался. Погрыз. Мою спицу. Я вам покажу. Сейчас. В чем проблема. Вот. Искала. Кое-как. Нашла. Вот. Посмотрите. У меня. Всего. Парочка. Спиц. Которые. У меня. Переломались. Ну. Не знаю. Как назвать. Погнулись. Вот. Первые. Первая спица. Здесь. Она. Не погнулась. А просто. Вылезла. Вот. Ее. В принципе. Можно. Видите. Когда я тянешь. Вылазит. В общем. Тут. Можно склеить. Нормальное здесь. Соединение. Просто. Когда. Тянула. Петельки. И. Вот. Одна спица. Вот. Так. У меня. Вылезла. Вторая. Поломалась. Ну. Погнулась. Тоже. Не знаю. По причине. То есть. Если. Вы. Хотите. Мэджик. Луп. Вязать. То. Так. Не получится. Неудобные. Они. В этом. Случае. Вот. Тут. Она. Мне. Вообще. Погнулась. Здесь. Погнулась. Видимо. Да. Пробовала. Мэджик. Луп. Вязать. И. Вот. Как-то. Так. Я. Постоянно. И. Гнула. Гнула. И. Здесь. Погнулась. И. Порвалась. Вот. Она. Трубочка. Это. Вот. Вот. Она. Вторая. Ну. Вообще. Спицами. Я. Довольна. Даже. Если. Такие. Какие-то. Проблемы. Есть. То. Им. Уже. Много. Лет. Я. Ими. Пользуюсь. Мне. Очень. Нравится. Что. Они. Хорошо. Шлифованные. Очень. Гладкие. Ничего. Здесь. Не. Цепляется. По сравнению. Крючков. Вот. Это. Вот. Трубочки. Мне. Не. Нравится. А. Спицы. Очень. Хорошие. Ну. Что. Хочу. Сказать. Что. Если. Когда-то. У меня. Не. Закончится. То. Я. Еще. Закажу. В принципе. Мне. Нравится. Так. Вроде. По. 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 Этим. Крючкам. Все. По. Спицам. Да. Я. Вам. Объяснила. В общем. Не. Знаю. Как. Они. Там. Будут. У меня. Отшлифуются. Или. Нет. Будем. Пробовать. И. Вот. Покажу. Еще. Быстренько. Счетчик. Рядов. Такое. Покупала. Это. У. Нас. В Беларуси. Гамовский. Ну. Все. Вы. Уже. Знаете. Да. Как. Выглядит. Ну. Мало. Ли. Может. Кто-то. Новичок. Не. Знает. Это. Одевается. На. Пальчик. И. Считаются. Ряды. Очень удобная штука. Он. Постоянно. На. Глазах. Вот. Так. Включается. Они. Без батарейки. Идут. Кстати. В Китае. Я. Заказывала. Уже. Готовы. Окей. В общем. Включаем. Счетчик. И. Вяжем. Ряды. И. Записываем. Да. Чтоб. Не. Сбиться. Так. И. Осталось. У меня. Тут. Совсем. Чуть-чуть. Заказала. Тремоточка. Такая. Ниточка. Вот. Ярна. Арт. Стайл. Давно. Хотела. Такую. Попробовать. Вот. Решила. Заказать. Всего. Тремоточка. Я. Хочу. Связать. Какую-нибудь. Или. Футболочку. Ажурную. На. Лето. Здесь. В 50. Граммах. 185 метров. 67 процентов хлопка. 33 вискозы. Вот. За счет того. Что. Здесь. Вискоза. В составе. Поэтому. Она. Так. Красиво. Блестит. Два. Моточка. Темно-синих. И. Решила. Тоже. Опять же. Сделать. Или. Полосатую. Или. Ну. В общем. Как-нибудь. Скомбинировать. Два цвета. И. Вот. Такой. Красивый. Молочный. Цвет. Так. По номерам. У нас. Что. Тут. Так. Здесь. 60. 670. Синий. И. Белый. 652 номер. Белый. Или. Молочный. Очень. Красивая. Ниточка. Следующие. Ой. Сегодня. Такое. Солнышко. Припекает. Так. Хорошо. По весеннему. Только. Вот. Не дает. Снимать. Я. Желези. То. Открою. То. Закрою. В общем. Вот. Такая. Вот. Ниточка. Кстати. По поводу. Синего. Я. Вообще-то. Заказывала. Зеленого. Цвета. Но. Его. Не оказалось. Не помню. Либо. Совсем. Не было. Либо. Не хватало. Мне. Я. Шесть. Моточков. Заказывала. Значит. Там. Был. Синий. Красный. И. Еще. Какой-то. Цвет. Синего. Было. Всего. Пять. Моточков. Я. Решила. Заказать. Но. Не. Синяя. Такой. Меланжевый. Это. Аделия. Так. Здесь. В 50. Граммах. 130 метров. 72 процента. Хлопка. И. 28. Акрила. Такая. Интересная. Ниточка. Очень мягкая. Приятная. К телу. Пока. Не решила. Что. Буду вязать. Но. У нас. До лета. Еще. Есть. Время. Подумать. Может. Быть. Вы. Мне. Подскажете. Напишите. В комментариях. Вязали. Либо. С этой. Ниточки. Что. Вязали. Мне. Все. Интересно. Вот. Ну. Давайте. Последнее. Осталось. У нас. Это. Белорусская. Цвет. Да. Цвет. Совсем. Не. Передает. Цвет. Очень. Красивый. Такой. Изумрудный. Это. не синий. Так. Вот так он называется. Полесье. Новый продукт. Такой. Вот. Здесь. изготовитель. Пинск. Брестская область. Вот. Значит. Здесь. В составе 50 процентов хлопка и 50 пан. В 50 граммах 250 метров. Ну. Как она по качеству. Вот. Не знаю. Никогда не вязала. И. Мне. Просто. Интересно. Она. Очень. Дешевая. Кстати. И. Вся. Белорусская пряжа. Недорогая. Поэтому. это тоже очень большой плюс. Будем пробовать. А. Вот. Сейчас. Немножко. Передал. Ну. Ниточка красивая. Сама по себе. В сочетании. Тоже. Очень. Красивая. Так. Давайте. По номерам. Так. Здесь. Серый. Номер. 90. 93. 91. И. Такой. Это. Замрудный. 58. 24. Ну. Что ж. Дорогие. Друзья. У меня. Все. Благодарю. Всех. Кто составил. мне. Компанию. Не забывайте. Активничать. Делиться. Своими. Впечатлениями. Идеями. Я. Вам. Желаю. Хорошего. Настроения. И. До новых. Встреч. Пока. Пока.